В Адыгее стартовала неделя приемов граждан. В период с 1 по 5 марта в региональной местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» в Республике Адыгея началась неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня в администрации района прошла встреча председателя Государственного совета ХАСа Республики Адыгея Владимира Нарожного с жителями района. Со своими вопросами к нему обратились жители трех поселений вместе с главами. Первыми своей проблемой поделились представители Натырбовского сельского поселения. Много у нас на территории сельского поселения вопросов, проблем, но самый основной вопрос, который, наверное, никак не может решиться, это капитальный ремонт сельского дома культуры. На нашей территории он расположен в себе Натырбово. Это прекрасный дворец, который был построен нашими дедами, прадедами. Для нас была высокая честь встречать вас там, пять лет назад, на юбилей нашего села. Я надеюсь, мероприятие продолжится и мы не раз еще повстречаемся. Проблема какая? Дело в том, что это здание построено в 1969 году. Площадь здания 3000 квадратных метров. К сожалению, на сегодняшний момент техническое состояние дома культуры выходит из строя. Это кровля крыши, полы, ну и, в общем, полностью необходим капитальный ремонт. Несмотря на то, что кровля дает течь и ремонт, конечно, очень нужен серьезный, как и, значит, самого здания, так и электросетей все полностью, потому что уже прошли годы и, ну, сами понимаете, там очень проблема большая с электричеством бывает. Значит, 22 кружка и любительских объединения. Да, из них, значит, около 300 детей у нас занимается только предыка. Вот, не говоря уже библиотека, музыкальная школа и спортивные два зала спортивных. Теперь, значит, у нас два народных коллектива, которые держат звание с 2000 года. И один образцовый. Единственный, значит, наверное, в республике у нас образцовый цирковой коллектив. Цирковая студия «Ритм». Также у нас народный театр «Муза», который становится лауреатом, вот, даже в онлайн. Головокружительно от того, что в таких условиях вот столько, 22 коллектива, у нас более 300 детей. Это же серьезно. Народная коллектива, образцовый коллектив. Поэтому в этом отношении понятно. Давайте мы договоримся так. Конечно, объект серьезный. Однозначно. Сохранить надо. И вот тот темп, который у вас есть, есть работы Дома культуры, ну, знаете, он, наверное, сегодня один из показательных и в целом в республике, в нашей республике. Потому что я знаю, что сегодня, я знаю, ну, таких Домов культуры, раз, два, я в чем. Спасибо, что вот и глава сельского поселения, и вы вот так активно, знаете, делаете все возможно. Первое, чтобы работал, коллективы работали. И второе, чтобы привести в соответствие, знаете, вот те проблемные вопросы, которые вы озвучиваете. Давайте попробуем совместными усилиями, обсудим этот вопрос и сделаем соответствующее обращение. Может, даже шаг сделаем в сторону руководства Единой России, Российской Федерации. С проблемами водоснабжения поселения к председателю Государственного Совета ХАСа Республики Адыгея обратилось Дмитриевское сельское поселение. Суть вопроса состоит в том, что водопроводные сети пришли в негодность и требуют замены. Самой главной проблемой в этом является составление проектно-сметной документации, с которой впоследствии поселение сможет участвовать в какой-либо из программ, работающих на территории Адыгеи. Проблем много в республике, во всех районах. И вода, и газофикация. Наверное, знаете, слышите, смотрите, видите, значит, о том, что многое решается сегодня в республике Адыгея. У нас сегодня не хватает машинстей, не хватает электричества, не хватает газа. Глава, значит, этим вопросом серьезно занимался и занимается. И хорошие, значит, сегодня те планы, которые верстались, они сегодня на уровне того, чтобы на выполнении, значит, делается, вы знаете, вот какое отношение то, что касается дорожного встречи. Я еще раз повторяю. Ну, вопрос сложный. Ну, давайте мы не будем сдаваться вместе с вами, да? Давайте, значит, ну, мы, безусловно, по этим вопросам встретимся и с главой района, и с министерством переговорим, и сельского хозяйства. Там же есть программа и по министерству сельского хозяйства. Давайте переговорим. Но самое главное – это проектная смертная документация, которая не должна быть тоже устаревшей. Можно сегодня сделать проектную смертную документацию, а вдруг, значит, с учетом того, что, хотя правительство Российской Федерации говорит, что те программы, которые существуют, по газу, значит, по воде, значит, ну, и другие программы, вы знаете, 12 национальных проектов, республика во всех национальных проектах участвует. Есть программы «Единой России», есть программы, государственные программы, тоже республики Адыгея, ну, один из субъектов, который активно, целенаправленно, планово занимается этим вопросом и успешно занимается. Я думаю, что и Дмитриевское сельское поселение, оно не должно оставаться в стороне этих проблемных вопросов. С подобной темой на встречу прибыли представители майского сельского поселения. Очень большая проблема с системой отопления. 40 лет все уже там сгнило, и трубы, и все. И вот от всех жителей Анастасия обратилась как раз на сайт по поводу реконструкции системы отопления. С своими силами в поселении мы не можем даже проект заказать, потому что мы попробовали, но очень дорого. То есть самая минимальная цена, я в Краснодаре, вот 800 тысяч. Это только за проектно-смертную документацию. Ну, давайте будем искать пути решения этого вопроса. И, безусловно, может, мы и сюда приедем, и давайте встретимся. Может, все-таки захотите схему или старую документацию захотите, но все-таки организуем встречу с руководителями института, с нашего института. В заключении мы поинтересовались у Владимира Наружного о пользе и важности подобных мероприятий. Владимир Иванович, в целом по республике это уже какой по счету прием граждан по району? С первого по пятого, как и во всех субъектах Российской Федерации, утвержден график, я хочу сказать, в первую очередь, в Государственном Совете Хаса Республики Адыгея, в том числе и депутаты Кашкабрского района в Государственном Совете Хаса Республики Адыгея. Утверждены графики, вы, наверное, с ними знакомы. С первого по пятого каждый из депутатов, представляющих фракцию «Единая Россия», проведет свои приемы граждан не только в приемной в общественной «Единой России» в городе Майкопе, в республиканской, но и в муниципальных образованиях. Весь пакет обращений, которые будут, значит, сегодня зафиксированы при приеме депутатами, значит, он будет аккумулирован, саккумулирован и, безусловно, значит, проблемные вопросы, которые будут подняты со стороны и обращения со стороны граждан, не только Кашкабрского района, но и в целом в республике Адыгея, они будут проанализированы. И, соответственно, будут разработаны те мероприятия, значит, ну, я глубоко убежден в том плане, что глава республики Адыгея, он же секретарь регионального отделения нашей партии, Кумбила Мурат Коробевич, всегда относился серьезно, всегда относился вот серьезно к контролю, значит, и, безусловно, значит, я думаю, что и сегодняшние те поднятые вопросы, они очень сложные и порой эти, значит, вопросы, которые сегодня поднимаются в Кашкабрском районе, они вот так просто, на отмашку, значит, их решить нельзя, потому что это проектно-смертная документация, это, безусловно, защитить надо эту проектно-смертную документацию на уровне республики Адыгея, затем на уровне российском защитить надо и, безусловно, попасть в ту или иную программу. Еще раз повторяю, значит, сегодня прием вот с 1 по 5 марта, не то, чтобы там отличиться Единой Россией, но действительно это сегодня партия, которая, значит, ну, обязана поднимать и решать эти вопросы. Вопросы людей, вопросы, значит, обращений коллективных, индивидуальных, это делалось и будет делаться в республике Адыгея. На ваш взгляд, есть ли польза в продолжении того, что вы сейчас сказали о таких приемах граждан? Я считаю, значит, что непросто, вы знаете, вот живое общение, живое общение, вот с учетом пандемии, с учетом пандемии, я вот сегодня рискнул, с учетом того, чтобы меры безопасности были сегодня обеспечены со стороны, значит, и тех, кто мы принимаем сегодня на приеме. Вы знаете, живое общение, безусловно, дает серьезные положительные результаты, понимаете, потому что мы смотрим друг в другу в глаза. Живое общение, оно порой не хватает сегодня, не только депутатскому корпусу, а в целом, вы знаете, власти, в целом власти. И пандемия немножко от нас, понимаете, в этом отношении выбила из коллеги. Я знаю, насколько, как говорится, часто и в этих условиях общается и Мурат Коробей сегодня с людьми, выезжает на объекты, которые есть и в Кашкабельском районе, с удовольствием посещает, с удовольствием смотрит, как выполнен тот или иной национальный проект, например, в Кашкабельском районе, к примеру, да. Поэтому что, я за то, чтобы вот эти вопросы, отчеты, мы же отчет сейчас, отчитаться должны депутаты от своей деятельности, любого уровня. Государственного совета ХАСа Республики Адыгея, муниципального, сельского поселения. Но с учетом того, что мы снимаем, вот, постепенно снимаем ограничения, связанные с пандемией, я думаю, и это должно войти в то русло, в котором мы были, да. Мы должны, вот, доложить нашим людям, что делается у нас хорошего Адыгея. Посмотрите, ну, может, масса положительных примеров, масса сегодня выполненных, как говорится, тех обещаний, масса выполненных решений. Посмотрите, Адыгея преобразуется в самом, что именно есть, в хорошем смысле слова. Так, да, дороги, спортивное сооружение, теоретические и акушерские пункты. Посмотрите, что делается, значит, вот, открытие, тот же диагностический центр, спортивные площадки, в том числе и в родном Кашкабельском вашем районе. Ну, вы знаете, дороги, значит, еще раз хочу повторить. Значит, вот, начинка медицинским оборудованием сегодня, не от того, что пандемия подстегнула, это и было плавно, да. Значит, сегодня какие технопарки, значит, сегодня. Вот, посмотрите, только, ну, низко кланяться надо будет главе республики Адыгея, в том плане, хотя он говорит, это мои обязаны, но посмотрите, вот, чтобы развивать дальше инвестиционный климат, да, в республике, значит, нужны будут сегодня энергопредприятия, да. Вот, посмотрите, у нас газа не хватает, да, электричества не хватает. Сегодня эти вопросы решены. Серьезное вливание со стороны сегодня, значит, этих органов, начальник этих организаций идет, наверное, в республику Адыгея, для того, чтобы мы могли развивать инвестиционный климат. Вы, знаете, желающих закрепиться в Адыгеи сегодня, ну, вы знаете, очень и очень много. Это же хорошо, это же прекрасно, да. Поэтому, я думаю, и Кашкабельский район в этом отношении не остается в стороне. Кашкабельцы всегда были и инициаторами, и проводниками были, значит, и получали хорошие результаты и в сельскоязычном производстве, значит, и, значит, связанное, значит, сегодня вот с добычей, там, песка, гравия, там, переработки. Ну, молочную промышленность надо развивать, переработку надо сельскоязычную развивать, надо, значит, садоводчество, огородничество, значит, вот, когда Мишустин посещал республику Адыгея, один из вопросов, Мурат Коробевич, поставил вопрос о каком, значит, вместе с теми, кто участвовал при встрече с Мишустином, поставил вопрос о том, почему, допустим, земляник или клубника, должна не субсидироваться, я думаю, этот вопрос будет решен, будет решен этот вопрос. Адыгея способна, значит, это был когда-то призыв Мурата Коробевича, а, значит, развитие отрасли по выращиванию клубники, садов, малины, вот, посмотрите уже, какие площади сегодня, значит, на территории республики Адыгея. Поэтому мы в числе лучших субъектов Российской Федерации и по оружиальности, сельскоязычной культуры, ну, надо заниматься переработкой. И это будет, и этот вопрос, который решается и будет решен. Поэтому, что, ну, я труженькам и жителям Кашкабельского района хочу пожелать добрых успехов, значит, в преддверии, безусловно, 8 марта, хотел бы замечательных женщин, представительниц прекрасного пола Кашкабельского района поздравить с наступающим праздником, пожелать им здоровья, красоты, нежности, добра, уюта, тепла со стороны родных и близких и, конечно, большой человеческой любви со стороны членов семьи, их супругов и, безусловно, детей. А Кашкабельцы, я думаю, с поставленными задачами справятся успешно во всех тех направлениях, которые есть сегодня в республике Адыгея. Натуша Кучмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашкабельского района. Новости Кашкабельского района.